В конце этой недели станут известны итоги социально-экономического развития регионов страны. Напомним, что они формируются на основе данных последних трех лет. Правительство Чувашии в течение этого времени делало упор на развитие промышленного потенциала, позволяя предприятиям инвестировать заработанные средства в расширение собственных производств. Вот как комментирует ситуацию министр экономики, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Российская Федерация проводит ряд конкурсов, в том числе по оценке работы органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации. Оцениваются 11 показателей. В основном это социальные показатели, социально-экономические показатели, налоговые поступления, продолжительность жизни и ряд других. В текущем году, наверное, нам придется концентрировать то, что мы не попадем в рейтинг награждаемых субъектов Российской Федерации. Поясню почему. Из этих 11 показателей есть один самый важный, это поступление собственных доходов в бюджет субъекта. И весомый коэффициент этого показателя составляет 80%. То есть на все остальные 10 показателей отводится 20% значимости. Основные три причины, почему мы не допустили снижение собственных доходов по итогам трехлетнего периода. Трехлетний период темпа трехлетнего периода оценивается. Первое. Мы выбираем стратегию либо как фискальную, то есть мы взыскиваем с предприятия, максимально ведем надзор, куда направляются средства. Вторая стратегия – это инвестиционная стратегия. И уменьшение налога на прибыль, он занимает большую долю в структуре поступления доходов, собственных доходов. Сегодня предприятия на протяжении 2014-2015-2016 годов инвестируют свою прибыль именно в расширение производства, в модернизацию, в расширение производства. Но как следует, что и следует из этого – уменьшение поступления налога на прибыль, то есть прибыль уменьшается, происходят затраты. То есть выбрана политика, связанная с инвестиционными вложениями. Вторая причина. Мы приняли в 2013 году для себя льготу налоговую по движимому имуществу. То есть это также уменьшило собственные доходы в бюджет республики. Льготу получили предприятия, реализующие инвестиционные проекты. Сегодня льгота только по 2015-2016 году превысила 300 миллионов рублей. То есть это то, что мы дали предприятиям на реинвестирование в свое производство, но не получили в доход бюджета. Третья причина. Сегодня вы знаете всю ситуацию с концерн-траторным заводом. Это основной налогоплательщик тоже, в том числе, хорошие показатели были по 2012 году. Ситуация изменилась в 2013-2014 году. Как раз в этот мониторируемые периоды мы попали под ухудшение деятельности предприятий концерна. У нас убыток по предприятиям было более миллиарда рублей. Что также сказалось на темпе прироста поступления налога на прибыль. Редактор субтитров А.Семкин